И снова всем привет, с вами канал Android Software. Сегодня в обзоре рассмотрим аккумуляторную цепную мини пилу с шиной на 8 дюймов, которая питается от батарей типа размера Makita и имеет бесщеточный двигатель, что дает прирост мощности, а также защиту от перегрузки на уровне контроллера, а не аккумулятора. Данный инструмент может стать неплохим помощником для работ в саду, на даче, гараже, придомовой территории и так далее. Поставляется пила в довольно большом пластиковом кейсе с удобной ручкой и это отлично, так как в нем будет довольно удобно хранить и переносить устройство. Итак, давайте откроем кейс. Достанем и рассмотрим все содержимое. Итак, тут у нас присутствует небольшая инструкция с цветной полиграфией на английском языке. Также есть небольшой флакончик со смазкой. Есть тут и два аккумулятора типа размера Makita. Сверху мы можем увидеть контакты для силовых шин. Между ними находится разъем для зарядки. Крепление аккумулятора слайдерного типа с фиксацией подпружиненной кнопкой. Спереди надпись PowerShare. Снизу какие-либо ножки или резиновая защита отсутствуют. Собран аккумулятор на четырех саморезах с торгс-головкой. Вес аккумулятора составляет около 300 грамм. Конечно же есть и зарядное устройство с евровилкой. Все его характеристики вы сейчас видите на своем экране. Ну и последнее, что входит в комплект, это сама цепная мини-пила с шиной на 8 дюймов с установленной на ней цепью. Все заявленные характеристики вы также сейчас видите на своем экране. Итак, давайте рассмотрим саму пилу более детально. Вес пилы в сборе без аккумулятора составляет чуть более 1 килограмма. Корпус выполнен из прочного АБС-пластика в фирменных цветах Makita. На местах хвата установлены прорезиненные элементы. В руке лежит удобно. Табличек с характеристиками и логотипами производителя на корпусе нет. Снизу на рукояти находится курковый выключатель, который отвечает за включение двигателя. Также присутствует пластиковая защита пальцев. С левой стороны на ручке расположена кнопка предохранитель от случайного запуска мотора по нажатию курка. То есть, пока вы не нажмете кнопку разблокировки, нажать на курковый выключатель или включить пилу у вас не получится. Кнопка предохранитель расположена очень удобно. При хвате большой палец ложится прямо на нее. С правой стороны под защитным кожухом расположен бесщеточный двигатель. На кожухе присутствует множество вентиляционных отверстий. Снизу ручки, в месте установки аккумуляторов расположены силовые шины. В верхней части расположена кнопка для ручной подачи масла на цепь, а также горловина емкости для масла с крышкой. Справа есть окошко для проверки уровня этого самого масла. Вмещается его совсем немного, по ощущениям от силы миллилитров 20. Да, смазывать цепь придется вручную, нажимая на насос по мере ее высыхания. Не так удобно, как с автоматикой, но все же лучше, чем таскаться с масленкой. Тут же сверху присутствует небольшой дисплей, который показывает уровень заряда аккумулятора, что очень удобно. Над самой шиной сверху расположен подпружиненный защитный кожух для предотвращения попадания стружки в глаза. С левой стороны на корпусе электропилы располагается место для установки шины. Оно прикрыто специальной крышкой. Крышка сделана из пластика черного цвета. Для закрывания на крышке имеется специальный поворотный механизм, внутри которого идет крепление с металлической гайкой. Сама шина с цепью фиксируется с помощью этого фиксатора шины. Здесь же находится бесключевой натяжитель цепи, который в свою очередь тоже в значительной мере уменьшает время, необходимое для обслуживания пилы. Все устройство натяжения установлено в крышке и при необходимости его довольно легко можно заменить. Зубчатый упор на данной электропиле выполнен из пластика. На валу имеются скосы, которые защищают звездочку от проворачивания. Фиксируется она стопорным кольцом. На краю расположена канавка для подачи масла. Ее расположение совпадает со смазочным отверстием полотна. Устанавливается и регулируется шина с цепью довольно быстро. Для этого нам не нужны никакие ключи. Устанавливаем шину с цепью, накрываем крышкой, подтягиваем цепь и хорошенько закручиваем фиксатор. Вставляем аккумулятор и пила готова к работе. Прежде чем приступить к испытаниям, заглянем внутрь аккумулятора и пилы. Для того чтобы вскрыть аккумулятор нам нужно выкрутить 4 винта, после чего разделить половинки корпуса. На кассете с пятью аккумами прикручена плата зарядки и балансировки. Микросхема ICM CM1051DS и два MOSFET транзистора K3080CA и еще по мелочи. Пайка нормальная, придраться особо не к чему. Контакты аккумуляторов прикрыты электроизоляционным картоном. Если верить в маркировке, то емкость каждого аккумулятора составляет 1500 мАч. Теперь разберем саму пилу и посмотрим что находится внутри. Для этого нужно выкрутить 15 торкс винтов, а после этого располовинить корпус. Итак все внутренности вы сейчас видите на своем экране. Собрано здесь все довольно таки неплохо. Емкость для масла можно было бы сделать и покрупнее. Основные провода здесь довольно толстые в силиконовой оплетке и хорошо пропаяны. Контроллер спрятан в ножке. Курковый выключатель здесь исполнен в виде обычного, но в то же время надежного микропереключателя, который обычно служит очень долго, а также позволяет выдерживать большой ток. Мотор здесь, как и заявляет производитель, бесщеточный, но никакой маркировки на нем нет. Давайте снимем мотор с кожухом и посмотрим на шестерни. Итак, шестерни в редукторе выполнены из металла, что уже большой плюс. Также с завода уже нанесена смазка. Но я все-таки решил добавить еще немного. А сейчас перейдем к тестам. в среду. Накрой. Такую. Накрой. Иеранную. Катерой. Пресобрить. Накрой. Иеранная. На-на-на-на-на-на-на-на. А-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Иеранная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шестерни редуктора металлические, смазка есть, корпус пластиковый. Пластик корпуса толстый, не хлипкий, ручка обрезиненная, лежит в руке удобно. Цепь пока острая, но со временем ее нужно будет править и желательно найти еще одну на замену. Даже не знаю, что меня больше удивило, мощность этой мелкой легкой пилки или аккумуляторы с нормальной емкостью, учитывая их размер. Но из их симбиоза получился действительно неплохой инструмент, который способен с легкостью нарезать небольшое дерево небольшими кусками. Доску да и многое другое. Хотелось бы еще автоматическую подачу масла, чтобы залить его и забыть до замены аккумулятора. Но со временем и к ручной привыкаешь. К минусам отнесу прыгающие показатели заряда аккумулятора на экране устройства. Доверять я им бы не стал, но возможно это зависит от самих аккумуляторов. Также оказалось не очень удобно устанавливать шину с цепью. Так как из-за того, что винт натяжки цепи находится в крышке, его неудобно совмещать с шиной при установке. Кстати, купил я пилу давненько и пока делал обзор, данная пила была обновлена. И сейчас продается уже с более емкими аккумуляторами и улучшенным зарядным устройством. Что конечно же большой плюс. В итоге одного аккумулятора хватило на те тесты, которые вы видели. Плюс я спилил три довольно толстые ветки от яблони и распилил их. Считаю это отличным результатом, учитывая компактные комплектные аккумуляторы. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.